Залпы артиллерийской батареи возвестили о начале наступления мотострелковой роты. Боевые машины пехоты и танки из походных колонн перестраиваются в линию атаки. Мишенная обстановка на полигоне меняется ежеминутно. Наводчику-оператору, сержанту Барилову, приходится моментально оценивать возникающие в ходе атаки вражеские силы и средства, чтобы грамотно выбрать вооружение. Задача была поразить все мишени, уничтожить противника из разных орудий. Из 100-мм пушки, из 30-мм пушки, из 7-62, это СПКТ. Деревянные каркасы домов имитируют населенный пункт. Прицельным огнем атакующая пехота вынуждает условного противника оставить позиции. Под прикрытием бронемашин в бой вступают бойцы гранатометного взвода. Группа мишеней и ростовых фигур обозначает отступающих стрелков. Не дать им покинуть поле боя задача пулеметчиков из состава десанта БМП-3. С учетом привлеченных сил и средств, ротное тактическое учение принимает характер крупновасштабной боевой операции. Сейчас действуем непрямолинейно, с совершением маневров обходом, охватом, а также с блокированием противника. 30-минутная атака мотострелков позволила прорвать оборону на глубину 7,5 километров. Настало время сменить характер боя, чтобы закрепить достигнутый успех. Усиленная мотострелковая рота занимает выгодный рубеж и готовится к отражению контратаки условного противника. Военную разведку ведут инженеры и специалисты радиохимической и бактериологической защиты. Артиллерия, а также орудия танков и БМП продолжают вести огонь по разрозненным группам отходящего врага. Используя 30-мм скорострельные пушки, экипажи боевых машин сорвали воздушную атаку противника. В результате учебного боя на полигоне участникам сражения удалось поразить 74 мишени. Вадим Остафьев, Николай Кубышкин, телеканал «Звезда», полигон «Прутбой», Волгоградская область.